девочки всем привет сегодня у нас будет разбор косметички июня я просто в шоке как быстро пролетело время окей для прошлой косметички я как бы одну неделю брала и сейчас я чуть раньше снимаю потому что я знаю что на рабочей неделе мне не будет времени отснять и вовремя выложить и я не хочу чтобы получилось так же как в июне что отсняла на второй неделе выложила в середине месяца хочу чтобы все было хоть немножечко организовано и вовремя выходила поэтому вот для июля подготавливаю почву я очень довольна косметичка я рада что я взяла немного продуктов потому что я смогла ими очень активно попользоваться что касается лица у меня все скучно а сейчас должна сказать что я активно использовала именно фотофокус базу по тени почему потому что она мне держит как тени naked очень хорошо тонкой текстурный жаре очень хорошо держит а это еще и майами от essence тоже в общем-то револю и вот эти вот туфейст а революшн у меня держится на другой базе неплохо потому что они такие более групповат текстуры тут проще можно было бы и ту я не знаю еще я еще не решила я вот допользуюсь этой косметичкой на следующей неделе а где-то к первому числу к выходным я вот подумал какие тенюшки хочу взять на июль потому что сейчас не уверена не знаю сама не знаю вот чего хочу так карандаш пока у меня вот этот мне есть еще серый карандаш для бровей но я пока хочу хочу попользоваться моим старым мне просто в жару хорошо держится такой сухой выглядит я не знаю как ретро карандаш из детства до которым обычно черный карандаш которым обычно или темно-серый просто черчишь что-то но это вот для бровей поверьте на слово довольно ничего я сразу скажу что я ничего менять на июль не собираюсь буду использовать дальше вот эти два консилера устраивают зачем их менять не хочу ничего нового открывать на данный момент мне по моему в консилерах вообще консилер в кроме вот этих двух открытых у меня нету девочки вот они все потому что мебель не я закончила остальные тоже закончила когда-то вот эти хочу ли я еще какие-то пробовать пока не знаю пока не знаю может быть посмотрю кстати при росте цен у нас косметика не особо растет по ценам не косметика не аромат и пока вот такие ненужные вещи как раз не растут в цене а вот то на чем могут могут нажиться все окружающие вот это растет в цене поэтому я не знаю с одной стороны можно было бы вот если действительно девочки извините что я мне кажется я чуть ли не в каждом видео в июне об этом говорю но просто если действительно экономику рухнет как долго она будет восстанавливаться я вспоминаю детство у нас да перестройка там как долго восстанавливалась восстанавливались все страны стабилизация где-то лет пять это конечно не значит что косметика пропадет с рынка но можно было бы небольшой запасе к такой сделать ладно девочки я опять гоняю себя в какую-то панику и вас будем ходить без косметики если вдруг что раньше как-то жили до так тушь я взяла новая довольно ничего не хочу сказать и пока никакую другую открывать не хочу хотя не знаю с одной стороны можно было бы для разнообразия но с другой стороны нет пока устраивает так для лица вытащу из project pen и пудру я вам показывал я ее использовал и буду дальше использовать активно использовала пудру от фаберлик кстати вот сейчас я вам покажу девочки посмотрите как она она тонко текстурная она очень хорошо спрессована я как раз могу ею попользоваться она такая чуть-чуть темноватая с розовым потоном сейчас на загорелом лице красиво смотрится не выделяется самое то и вот она у меня в активном использовании только летом может быть потому что например в октябре-ноябре она уже будет темновато темновато слишком розовато как-то поэтому не знаю может быть я ее даже оставлю хотя принт так жалко но он еще ничего с ним он такой же выпуклый с ним особо ничего не случилось за вот так месяц активного использования может быть оставлю на следующий месяц посмотрю так по бронзером пройдемся очень классно я выбрала в этот месяц оба бронзера были в активном использовании мне все нравилось вот этот наверное более подсвечивающий вот это менее подсвечивающий essence luminous matte хочу ли я его оставить на следующий месяц вот не знаю но короче в этом месяце прям шикарно и он очень плотно спрессован его хватит надолго поэтому могла бы в активное использование взять это оттенок 02 сам раз сейчас может быть на июль я его оставлю в августе скорее всего буду активно более темно использовать и в сентябре его опять можно будет взять посмотрю ну короче он мне нравится нравится поэтому вот те продукты которые подходят можно было бы и продлить их использование brosing babe of the dunes так я вот пока не видела что-то у катрис не выходит никаких лимитированных новинок я бы мне нравится у катрис с бронзерами очень классные у них лимитки они разные друг от друга отличаются поэтому вполне можно брать бронзер подсвечивающий на лице вот сейчас вот сделаю девочки он он запеченный вот будет казаться что смотрите аж светлее чем вот этот от essence luminous matte но на лице очень заметно он как-то чуть-чуть по-другому смотрится более темнее наверное вот essence как раз при растушевке он такой более нейтрально вот этот все равно остается довольно интенсивным у него более такой если у essence luminous matte он такой в теплинку в рыжинку ходит это какой-то такой коричневый в розовый который ходит и даже в бордовый немножечко красивый тоже оттенок буду ли его оставлять нет наверное его возьму когда еще немножечко подзагорю для августа возможно на июль хочу что-нибудь другое так давайте тогда по пройдемся по румяшкам девочки не так часто использовала я эти румяна как я думала потому что было довольно много жарких деньков и мне не хотелось слишком сильно светиться я активно использовала вот эти вот этот хайлайтер больше использовала чем по хайлайтере из палетки поэтому а он сам по себе яркий это revolution pro illuminate цвет шампанского очень красивый и довольно яркий и каждый раз когда я его наслаивала получалось очень ярко и конечно нужно все это немножечко гармонизировать иначе если нанесешь светящийся бронзер супер светящийся халатер и еще светящийся румяна это будет все чтобы чересчур смотреться тем более что лицо тоже потеет поэтому вот используя активно вот этот хайлайтер я менее использовала blush lighter от essence у меня кстати в оттенке 03 я вам показывала покажу еще раз вот так я просто мешаю и его наношу такой вот оттенок красивый но вот зато активно использовала вот эту палеточку туфейсты здесь очень туго спрессованные продукты не особо пылят при наборе и вот их мне нравилось использовать очень классные чаще я использовала вот эти вот более таки нейтральные оттенки винный уходящий по-моему один раз и еле-еле и я по-моему из вот он у меня да я по-моему брала его разбавлять потом из project pen на более такой светленький светлые румяна потому что вот это было слишком мощно слишком ярко смотрелось даже с холодными макияжами это было чересчур вот эти были более в активном использовании хорошие румяна мне нравится единственное что мне кажется здесь такая девочка оформление вообще необыкновенно красивое мне очень нравится это набор рождественский который тут как-то называется Christmas in Rome называется вот эта палетка ну там по-моему она единственная такая большая была лимитка двадцать первого года если бы они сделали каждый рефил вот по отдельности мне кажется вообще было шикарно палетка такая немножечко громовская получается три рефила там внутри было бы тоже нормально так как я уже сказала вот этими хайлайтерами я пользовалась пользовалась меньше в основном активно в ходу у меня всегда вот этот хайлайтер но я по-моему два раза воспользовалась или три и все как-то мне не знаю то ли дело в оттенке то ли дело было в текстуре что мне хотелось яркости больше может быть тот старенький я его лучше знаю и мне было проще им краситься не знаю девочки вот эта палетка не так активно у меня была в ходу как я думала что она будет если я не сказала Stripe Lighting палетка называется вообще вот эти палеточки у Revolution хорошие были не знаю какие сейчас у них потому что в свое время мне и в подарок доставались некоторые какие-то я покупала мне больше не надо так девочки переходим что касается помад про помады хочу сказать я не уверена что я на июль хочу какие-то другие брать посмотрю девочки посмотрю с одной стороны надо другие брать у меня так много помад в коллекции что нехорошо обижать поэтому разбор не знаю делать не делать сейчас однозначно не буду потому что я их не подготовила девочки давайте теперь про палеточки мало использовал палетку Essence R несколько раз пробовал отсюда тенюшки но мне было недостаточно яркости лимитированная коллекция Essence была как они называются элементы элементы земли 4 элемента земли вот это воздух те которые мне были нужны здесь не слишком яркие не подходили мне по макияжу я возвращалась к другим в общем то здесь симпатично вот этот очень удачный оттенок вот этот вот фиолетовый но вот эти два мне как раз в этом месяце нужны не были мне были нужны желтенькие желтенькие и зеленые такое голубое ходящее они здесь средний поэтому да качество тенюшек средненькое то есть оно неплохое но для того эффекта который мне нужен был в макияжах в этом месяце палетка совсем не зашла поэтому да ей пользовалась я меньше всего так куда бы ее поставить давайте сюда поставлю потом наверное средне я пользовалась вот этой палеткой нет я брала в общем то оттенки отсюда брала вот этот зеленый трит ту эльф эльф называется красивый оттенок но я его не оптимально внедрила в макияж то есть он может выглядеть еще красивее чем я вот делала макияжи с ним но вот как-то не получилось у меня брала отсюда матовые оттенки сейчас вам покажу коричневый вот этот холодный вот этот в принципе такой обычный беленький брала брала вот эти вот цветы шампанского оттенки макияж смотрелись как-то скромно симпатично но скромно так вот этот конечно зеленый это просто фантастика тут блестки такие красивые мне кажется камера не передает так но вот он красивый был единственное что жаль за него что вот как-то не очень оптимально я его использовала конечно вот эти вот темные у меня настроение не было совершенно на красные не было фиолетовый тоже как-то в этом месяце чуть-чуть попустила меня а то одно время я прям очень активно использовала ну короче хорошая палеточка но такая рабочая лошадка а палетка которая меня просто просто меня бомбанула на нее это новинка классная палетка она как видите по дизайну она как-то и рассчитана как летняя отпускная палетка и вот так она мне зашла классные оттенки мне в общем-то нравятся девочки все отсюда оттенки особенно шиммерные вот золотой классные он так и не шиммерные скорее у них металлический финиш просто восхитительный отличные тенюшки матовые может быть не такие яркие но у меня уже не так сильно она прям супер яркие оттенки тянет а вот иногда акцент вот таких вот металлических лесотиновых мне вот очень хочется поэтому палетка была в активном использовании в этом месяце я очень рада отложу ее со спокойным сердцем что я ее хорошенечко попользовала хотя мне кажется префилом не очень видно мне кажется не очень но если тонкая текстура она так быстро и не не расходуется так пицца тесте пицца от революшн замечательная палетка текстуры классные на жаре держится просто убойно оттенки мне очень нравятся опять же таки я брала какие-то более яркие вот шиммерный золотистый персиково-оранжевый салатовый конечно бронзовый да меня опять тянет примерно на те же оттенки которые постоянно отсюда беру ну вот это просто избитые оттенки они красивые но избитые поэтому настроение на них не было а на красный не брала а вот эти вот вот эти брала активно беленький вы видите тут у меня даже не видите да у меня тут углубление короче есть даже вот чудесная палетка мне нравится 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 и вот как цвета в палетке расположена мне нравится и качество тенюшек и как они держатся на веках безумно нравится вы видите тени не особо яркие то есть вроде как мне очень нравится акцентные оттенки но в то же время они прямо не вырыли глаз не какие-то неоновые так брала я из project pay на палетке в активное использование вот этот я просто тащусь от него девочки какой он красивый коричневый сатиновый в складку века у меня должен быть макияж если он еще не вышел то он выйдет и я там показываю в складке века как он классно смотрится сатиновый оттенок смотрится бомбически фиолетовый брала но я на него наносила топера из палетки карми вот этот во внутреннем уголке шикарно смотрится металлический такой оттенок с блестками очень красиво смотрелся уместный был темный отсюда брала вот этот коричневый брала он как матовый с блестками и такой фиолетовый дымный с яркими фиолетовыми блестками вот этот сатиновый оттенок я переносить его не буду его особо не будет видно и вот этот для припудривания один такой в бежево уходящий другой в розовый перенесу вот эти наверное только два потому что они очень красивые единственное не уверена что на камеру будут переливающиеся блестки мне кажется немножечко видно вам так девочки я также брала вот эту палеточку от revolution я чуть не забыла здесь классные зеленые оттенки да у меня в этом месте также было настроение дальше использовать зеленые оттенки брала акцентные они довольно яркие вот и опять же таки держится на веки просто замечательно так вроде как немного да немного у меня в использовании было палеток но я удивлена обычно да у меня разборы на несколько частей но сегодня это еще и без помад если бы я про помады начала говорить то конечно на 30 минут и вышло но без помад коротко получается девочки про палетку на этот я вам рассказывала в project penny в общем то я наверное повторяться не буду использовала в основном темные оттенки темно-коричневый немного портовый черный и серый ну черный здесь не совсем черный он такой темно-серый а вот этот светло-серый красивый оттенок так про остальные вот этот мне отсюда нравится остальные так то есть они мне нравятся но я их просто не использовала в этом месте девочки все я буду заканчивать на этом видео потому что в общем то косметичка у меня была скромная на месяце июня вот на июле я не знаю мне кажется что я буду отрываться не знаю еще какие я возьму в использование продукты но на палетках точно оторвусь и думаю что на хайлайтерах бронзер не знаю я еще не решила девочки все всем хорошего дня и до следующего видео всем пока пока